Всем привет! Все мы любим обсуждать новости дома, на работе, с коллегами, с друзьями, с родственниками. Но очень редко мы делаем это с нашими детьми. А ведь у них на все происходящее вокруг есть интересная, пусть даже маленькая, но своя точечка зрения. Меня зовут Иван Величко и давайте познакомимся с моими коллегами. Слева от меня Миша. Всем привет! Мне 8 лет, я хожу в школу, в 3 класс. Но папа у тебя, насколько я знаю, программист. Все правильно, программист, программистчик. Справа от меня очень интересная парочка, это брат и сестра. Ксюша, расскажи о себе. Мне 10 лет, хожу в 4 класс, занимаюсь плаванием. Гера. Я хожу в 1 класс, 1 бэнд, очень люблю баскетбол, любил раньше карате, но уже бросил. С моими коллегами мы познакомились, двигаемся дальше. Yes, yes. И для начала разогреемся быстрыми новостями, ведь у детей все гораздо проще. У них реакция на все происходящее полярная. Это либо хорошо, либо плохо. Правильно? Да. Миша, недавно появился безрамочный телефон. Безрамки, ну, плохо. Нельзя вот так вот нажимать. Мне кажется, что телефон безрамки это тупо, потому что он просто развалится. У айтишников уже второй месяц падают зарплаты. Фиговенько, потому что, ну, во-первых, программисты, они делают не только игры, они делают полезные приложения для телефонов. Мне кажется, что это плохо. Они не могут получить деньги и игры новые не могут создать ни одной. А вот представь, парикмахерских в Минске в четыре раза больше, чем нужно. Это хорошо или плохо? Очень плохо. Я не знаю, но плохо. По-моему, это хорошо, потому что не за чередей. Можно быстренько утром забежать, постричься и на работу. Пять стран, пять стран вслед за Европейским Союзом продлили санкции против России. Плохо, хорошо, а то и другое. Ну, наверное, вот этим вот пяти странам это плохо, потому что в России делают много хороших вещей. Там много машин, много фруктов вообще. На удивление, там много колбас и мяса. На удивление, там много хороших машин. Мне кажется, что этим пяти странам уже надоело. Вот все, надоело им. В хоккейном «Динамо» сменился генеральный директор. Скоро игры хоккейные. Зима, может быть, даже Олимпиада. Не знаю. Может быть, даже в Беларуси. Да. Но проблема в том, что они к нему не привыкли. Они пока не привыкнут, они его слушаться не будут. У нас так с тренером было. Мне кажется, что он поменялся, потому что тот очень-очень плохо к нему относился. А этот будет лучше. А кто к кому плохо относился? «Динамо» к директору? Да. Польше не нравится то, что белорусы нелегально перевозят топливо. Смотрите. Вот. Задешево у нас покупается бензин. И приехал в Россию. А в России еще больше продаешь. Так могут люди обанкротиться в Польше. Вы понимаете? Ни хорошо, ни плохо. Ну, потому что бензин – это нефть. А в Польше мало нефти. Ты смотрела. Нефть в Беларуси вся. И в России. Мне кажется, что это плохо, потому что очень дорого стоит, а у нас недорого. Ну, а вы бы с папой продавали подороже бензин в Польше, если бы была возможность такая. На этом же заработать можно много денег. Я бы с папой продавал. Белорусы смогут ездить в Аргентину без виз. Я думаю, что хорошо. Хорошо. Быстрее будут передвигаться. На мой взгляд, это превосходно. О, планы на каникулы меняются. Летим в Аргентину на неделю. Вот, это я понимаю. Гера? Мне кажется, что это плохо, потому что, что я там никогда не был, там ничего не видел. Я хочу туда съездить. И у нас три, пожалуй, самые обсуждаемые за неделю новости. Новости нашего портала. Сбор анализов учителей. Учителями. Да. Одна учительница жалуется, что ее попросили собирать у детей анализы и относить к врачу. У нас учительница по телефону об этом болтала. У вас учительница болтала? У нас тоже. И что она говорила по телефону на эту тему? Обойдутся. Пускай сами идут, раз им надо. Кровь сдавать, когда надо было. Ну, кровь сдавать. А какие вы анализы знаете? Моча. Моча есть. Да, мы уже делали. Уже делали. Это было совсем не больно. А для чего сдавать анализы? Анализы сдаются, чтобы людям узнать, какие у них болезни, чем они болеют, как им лечиться от этого. Я думаю, что чтобы проверять тело человека. Если человек думает, что у него что-то произошло, то он может обратиться в анализ. А как вы думаете, кому надо сдавать анализы? Учителю или врачу? Врачу, конечно. Учитель может что-то с бумажками напутать и все. И скажут лечиться, принимать лекарства тому, кто не болеет. А тот, кто болеет, наоборот. А лекарства можно вполне сильно отравиться. А как бы ты проносил их, чтобы одноклассники не заметили? Я бы, когда все одноклассники пошли, например, на физкультуру, я тихо прошел бы и огонь голая мне дал. Я бы вот так вот немного раздел сюда понесел, и все, и то ничего не завел. Все, все, все. Ну, хорошо. А как вы считаете, вообще надо сдавать анализы? Да, надо. Очень надо. Часто? Нет. Раз в год, два раза в год хотя бы. Да, да, да. Что вообще нужно делать, чтобы не болеть? Надо. Нужно лекарства пить. Заниматься спортом, есть полезную еду. А не как мой папа фастфуд есть всякие. И колу сфандой. Хорошо, двигаемся дальше. Смотри, следующая новость. Почему белорусы хотят, но не рожают детей? Так вот смотрите, в каждой семье хотят вроде как троих детей, а в основном рожают по одному. Почему? Ну, такая статистика, так посчитали. Вас двое, скоро трое будет, я знаю, да? Вот красавцы. Вот сколько бы вы хотели себе братиков и сестричек? Раз, два, три. Хочу еще третьего. Я? Я бы хотел себе десять. Я сорок хочу. Сорок? Сорок детей? Вы хотите свою школу открыть? Да. Миша, а ты хочешь братика или сестричку? Пять. Сколько детей должно быть в семье? Ну, в многодетных семьях три человека, там, ну, в школах бесплатная, там, еда. По-моему, государство платит что-то даже, там, есть многодетным семьям. Понимаете, пять игр играть можно. А кого в семье должно быть больше? Мальчиков, которые делают? Девочек! Девочек! Мальчиков, девочек, мальчиков, девочек, мальчиков, девочек. Девочек! И нам будет ноль девочек и все остальные мальчики. Ау! А я хочу себе столько. Ну, я бы счастлив. Ну, два мальчика, три девочек. Я лучше, наоборот, больше мальчиков, потому что девочки почти не умеют в стрелялки играть. А вот как вы думаете, кто еще должен жить в семье? Вот вы, мама, папа и... Собака. А из родственников? Бабушка, дедушка. Должна они жить в одной квартире? Нет. Почему? Домик общий. Надо. Мальчой. По квартире. Первая квартира, вторая квартира, третья. Первая, моя. Вторая, папная мама. Третья, бабушки. Четвертая, дедушки. А пятая, детей. Не так у вас и у программистов зарплаты падают. А в самые последние квартиры будут котик, собачка и чего кто-нибудь. Да, 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 да. И там кучу им еды наставить. И еще одна новость. Ну, конечно, похолодало, да? Да. Нравится вам погода такая? Нет, я хочу... Да, я хочу... Волосы сомна трудно же, длинные. А какая самая теплая погода? 40 градусов. Я хочу 40 градусов. Хорошо, ну а что крутого, вот когда снег падает? Снеговички. Нет, еще можно сделать... Мы с мальчишками один раз в садике в моем построили, строили, строили. Гигантских комков 16 сделали и стрелялись в девчонках. Нас было три, а их была одна девчонка. Мы с ними стрелялись, а она за снеговиком пряталась. Слушай, так а вы клевые парни? Я одна. Вас трое, а она одна. Нет, самые мои лучшие друзья Матвей, Петя, Саша... Всех дал. И Львуша, Даша, Ярослав. А в школах тепло? Да. А дома тепло? Нет. Хорошо, смотрите, хотят ввести у нас европейский стандарт. То есть в квартире, чтобы было не 20 градусов, а 17. Обойдутся. Не, мне такой градус не надо. 21 хоть бы. Нужно просто подойти всегда, как это, к огню там и греться. Не помню, как он называется. Я говорила в вечный огонь. Да. Давайте резюмировать. Хотя бы 21 градус или вечный огонь дома. Ну вот что-нибудь из этого. Давайте вечный огонь дома. Да, вечный огонь. Я буду шашлычки жарить. Я обгрел попой и все. Как видите, у наших героев на все своя интересная точечка зрения. Мы обязательно увидимся с вами через неделю. На наш стол снова лягут самые обсуждаемые новости. И мы узнаем, что Миша, Гера и Ксюша об этом думают. Всем пока. Это была наша точечка зрения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok